Друзья, как хорошо меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня нормально. Спасибо. Ну что ж, мы начинаем наш онлайн-семинар «Цифровые технологии для ВУЗа». И сегодня у нас два спикера. Константин Костюк из компании «Директ Медиа» и Юрий Чехович из компании «Антиплеяд». Сначала мы послушаем Константина, после этого сразу Юрия. Я очень рад, что нас сегодня так много собралось, даже, пожалуй, больше, чем способна выдержать наша вебинарная комната. Если кто-то из вас, если кто-то слушает в записи и не смог подключиться к нашему вебинару, заранее приношу извинения. Мощности нашей комнаты оказались, видимо, немножко меньше, чем наплыв желающих. Я хотел бы отметить, не буду долго вводное слово произносить, хотел бы только отметить, что сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия всем, кто принял участие в мероприятии, то есть поприсутствовал реально на вебинаре, я выдам бесплатные сертификаты и ссылку на их скачку дам в самом конце нашего сегодняшнего мероприятия. Также я хотел бы обратить внимание, что в ресурсах, доступные презентации сегодняшних спикеров для скачивания, вы их можете скачать прямо сейчас или в любой момент в процессе вебинара. И последнее, что я хотел бы еще небольшое сообщение сделать перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру, хотел бы обратить внимание, что у нас я, один из организаторов нашего сегодняшнего мероприятия, руководитель учебно-методического центра Директ Академия, у нас в ближайшее время, на следующей неделе уже, откроется онлайн-курс «Быстрый перевод обучения в онлайн». Если вас этот курс интересует, милости прошу, вот по этой ссылке можете получить всю информацию и зарегистрироваться на него. Ну что ж, не будем терять время. Я передаю слово Константину Костюку из компании Директ Медиа и его первый доклад. Его первый доклад. Константин, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад вас видеть сегодня. Несмотря на то, что наши университеты закрыты, учебный процесс продолжается. Обращу ваше внимание, что мы тоже сегодня проводим такое виртуальное несколько суррогатное мероприятие. Оно является заменой того несостоявшегося образовательного круиза, который мы должны были провести с Юрием Чеховичем, с Антиплагиатом. На прошлой неделе проехать Курск, Орел, Брянск, Смоленск. Везде на местах провести вот этот семинар. К сожалению, как раз с прошлой недели вся эта экстренная ситуация начала разворачиваться. Нам пришлось в один момент уже с колес практически вернуться назад. Но мы рады, что можем, тем не менее, провести тот же самый семинар сегодня. И надеюсь, те люди, которые не смогли прийти и увидеть нас вживую, присутствуют многие из них и получат те же самые представления. Ну а вообще, контекст, в котором наш семинар звучит сегодня, очень сильно отличается от того, в котором мы его еще готовили. Готовили практически по ту сторону этого всего ужаса, в нормальной ситуации и рассказывали о нормальных вещах. Но вы видите, перед какими вызовами мы с вами все встали. И та тема, которую сегодня мы представляем, цифровые технологии ВУЗа, это не просто знакомство с нашими ресурсами, а это действительно уже обозначение некой ситуации и даже некого ответа на эти вызовы. Ведь цифровые технологии уже и есть некий ответ. Если бы их не было, то вот в подобной ситуации, пандемии, наверное, никак уже не могли бы мы с вами встретиться. И не могло проходить никаких занятий ни в школах, ни в университетах. И уже это одно показывает, насколько велика сила, вот такая палочка выручалка цифровых технологий, прежде всего для обучения. Они сами по себе, будучи цифровыми, уже несут в себе потенциал вот такого вот виртуального удаленного обучения. И это большое благо. А вообще они открывают совершенно новые и возможности, и опции. И я думаю, что вот после того испытания, которое мы с вами все проходим, образовательная ситуация достаточно существенно, кардинально изменится. И именно касательно цифровой технологии произойдет целый скачок в их развитии. В них будут вовлечены те, которые сегодня там отмахиваются, или по возрасту не считают это серьезным, или это просто им не нравится. В общем, дистанционными технологиями должны будут обладать все. И прежде всего все преподаватели. И само образование из обычного нашего, который мы делим на обычный оффлайн и дистанционный, будет постепенно превращаться в гибридное, при котором виртуальный цифровой его формат является всегда как бы вторым полюсом. В любой момент можно переключить с одного на другой, и даже вот сами возможности обучения будут, думаю, меняться очень заметно для всех. Это и компетенции самих преподавателей, компетенции учащихся, сами материалы, которые при этом будут использоваться, сервисы, которые включатся, сегодня они недостаточно широко используются, потому что могут только на электронных площадках функционировать. В общем, я думаю, нас с вами ждет довольно серьезное изменение нашей образовательной среды. Но на этот путь все мы с вами уже довольно давно вступили, говоря об информационной образовательной среде. И, собственно, просто движемся дальше в несколько ускоренном режиме. Я вот еще хотел бы перед тем, как движет, пойдем дальше, немножко обобщить, что же такое дистанционное обучение, о котором мы говорим, какие элементы являются в нем ключевые, и какое место занимаем в нем мы, и наша платформа ЭБС, и антиплагиат, уже с точки зрения именно дистанционного обучения, а не обычного процесса. Ну, на первое место в функциональной системе я бы поставил систему управления учебным процессом, которая все это должна разруливать, и учебные планы строить, и учеников, и статистику, и преподавателей, расписание строить. То есть за это все отвечает сам университет в первую очередь. Второе, как вы видите, что потребовалось при переходе на дистанционное обучение, это работающая LMS-платформа, место для размещения онлайн-курсов. Как правило, это Moodle или еще какие-то системы в университете. Если вы помните, у нас в системе ЭБС некоторое время назад тоже была встроена, интегрирована LMS-платформа Moodle. Вот в течение нескольких дней мы вернем этот функционал для тех вузов, преподавателей, у кого нет или не очень удобно, мы будем предоставлять на свободных условиях возможность размещать свои курсы на LMS-платформе. Дальше LMS-платформа не всегда достаточно. Для живого процесса дистанционного обучения нужна вебинар-платформа, на которой мы с вами сейчас находимся. Это уже немножко другой функционал, место для проведения удаленных занятий и лекций. Мы в Директ-Академии тоже работаем с такой вебинар-платформой. То есть это еще один элемент. Ну и наконец ЭБС-платформа учебного контента. У меня даже существовала статья на эту тему, потому что ЭБС очень редко вспоминается в контексте дистанционного обучения. Мы с вами видим, что как раз сегодня, что это очень удобный, гармонично входящий формат, без которого тоже учеба невозможна. И вообще, если даже на эту схему смотреть, я в своей статье это и пытался обосновать, что LMS и ЭБС это два полюса, две оси полноценного качественного дистанционного образования. Ну и судя по тому наплыву пользователя, который вот у нас сегодня мы наблюдаем, так оно и есть. Я надеюсь, что ЭБС сильно облегчит вот эту задачу перехода на онлайн обучение. Ну и дополняет информационно-образовательную среду цифровые сервисы, в частности, такие как Антиплагиат, как АБИС, как различные репозитории. Я считаю, они уже служебный характер имеют. Но тем не менее, и они позволяют нам с вами учиться в дистанционном формате. И все это уже иметь в готовом виде, без всяких больших нервов. Ну а вообще, мой семинар, вебинар посвящен сегодня подготовке к аккредитации и той помощи, которую может предоставить электронная библиотечная система. Ну, сегодня аккредитации, я думаю, здесь никаких изменений не будет и послаблений. Является практически... Что-то тут не так. Перепределил. Является практически ключевым элементом организационной такой университетской жизни. И вот здесь вы видите положение об аккредитации вузов. Основным документом, который проверяется на соответствие, это федеральные государственные образовательные стандарты. И вот в этих стандартах одно из ключевых положений является задача обеспечения учебного процесса обязательной литературы. И все из вас знают, что этот параметр как раз очень тщательно проверяется, потому что его легче многих других проверить. Приходят в библиотеку и начинают смотреть соответствие учебных программ и доступной литературы. А сами ВГОСы имеют несколько положений, которые определяют здесь весь контекст этой доступа к АИОС. И самое главное, пункт АИОС должна обеспечивать доступ к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплины. Вот это такая некая ось, которая волнует информационно-библиотечный аспект получения аккредитации. И существует еще одно положение. Если библиотечный фонд не содержит электронные издания, значит он должен содержать печатные издания, закрывающие дисциплины. Из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий. И тем самым сразу обнаруживается конкурентноспособность электронной версии. Достаточно одной копии, чтобы закрыть всю потребность. И если альтернатива, это нужно покупать целый набор бумажных книг со всеми выходящими из этого затратами и сложностями. Именно это был основной рычаг, благодаря которому электронно-библиотечная система, вообще цифровой формат пошел потоком в университеты. Ну а второй рычаг и очень важный момент, который меняет, определяет весь контекст информационно-библиотечного обслуживания, это задача, императив даже в ГОСОВ, закрывать дисциплины учебниками. Каждая дисциплина должна быть закрыта обязательным учебником. Это собственно и проверяется. Этого раньше не было, поэтому вот отсюда возникла волна. Не просто доступ к ЭБС, а прежде всего рост учебной литературы. Главное, этому поднялись в последние годы крупные издательства. Издательства ЭБС, такие как Юрайт, МПРАЭМ. И, ну как одной из негативных опций, которые я буду тоже прослеживать в своем материале, это падение интереса к другим форматам литературы, монографическим и другим. И вот эти вот изменения, они сопровождались значительными флуктуациями нашего рынка учебной литературы. В целом за последние 10-12 лет произошло очень сильное падение финансирования вузовских библиотек. И вообще закупки учебной литературы где-то раза в 3, условно говоря, на графике это примерно отражается. Но при этом снижение затрат на бумажной книге вообще было очень существенным. А вот на электронной книге с нуля произошел довольно заметный рост. И вот как раз где-то в 2018 году, по моей оценке, продажи и вообще электронные учебники в объеме рынка превысили рынок бумажных вузовских учебников. Снижение закупок литературы это одна сторона той самой цифровой революции, цифрового перехода. А при этом, несмотря на снижение, произошел рост учебной литературы. То есть при снижении монетарного объема рынка происходил значительный рост количества учебных пособий и плотности обеспечения учебного процесса. Вот по моей оценке, если на тот момент, 2008-2010 года на рынке присутствовало где-то 15 тысяч учебников, и в основном это было коммерческие издательства, то на сегодня это где-то около 35 тысяч учебников. И во многом стимулом вот такого роста послужило как раз требование закрывать каждую дисциплину обязательно учебникам. Это, собственно, и повлекло. А вот возможностью, благодаря которой, несмотря на снижение затрат, выросло это количественный показатель, это как раз цифровой формат. Учебники производить и производить дешевле, и писать дешевле, и приобретать дешевле. И вот, собственно, вторая диаграмма показывает значительный рост наименований учебников на нашем рынке, что, конечно, служит качеству образования. Конечно, обеспечение каждой дисциплины литературы это всегда очень хорошо. И основным инструментом, который позволил совершить такой прорыв и сэкономить средства, и увеличить учебную литературу, это электронная библиотечная система. По определению ГОСТа, ЭБС это автоматизированная информационная система, база данных которой содержит организованную коллекцию электронных документов, включающую электронные издания, используя для информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса. Вот, информационная образовательная среда это более широкое понятие, но, опять же, повторяюсь, ЭБС это ключевой элемент информационной образовательной среды на сегодня, который обеспечивает информационно-библиотечное сопровождение учебного процесса. И жизнь показывает правоту этого тезиса. На этом слайде приведены результаты такого аж обширного опроса в Приволжском федеральном университете в Казани 2019 года, где был в частности вопрос, какие ресурсы преподавателями и студентами используются наиболее активно. Самый большой показатель использования показали электронные библиотечные системы. Причем, среди преподавателей еще более активно они используются, чем среди студентов. Так что, вот, десятилетие существования ЭБС подтверждал и подтверждает, несмотря на критику, несмотря на не очень высокую статистику, важность этого элемента, который был введен в наше образование. Ну и еще обратил бы внимание, до электронной библиотечной системы практически вся литература, которую могли и закупали вузы, это была только учебная литература. Как видите, и сегодня во ВГОСах акцент на учебные литературы, на учебники. В школах, например, тоже закупаются только учебники. Это все отголоски парадигмы знания его подхода, когда учебник лежал во главе угла и, по сути дела, весь учебный процесс сводился к трансляции уже готового знания, который заложен был в этом учебнике. Вот сегодня мы все с вами переживаем стремительное изменение парадигмы. И вот то, что отражается уже в ВГОСах, в документах министерства, это переход на современный компетентностный подход, который уже не может опираться только на учебник, а требует и активно выводит вперед самостоятельную работу студента, задача соединения образования и науки, развития практических навыков и компетенций. Учебники нового поколения, они пытаются это все включить, но вообще это не задача учебника как такового. Это задача широкого спектра научной литературы и информации, и вот ЭБС цены именно тем, что они могут собрать весь этот спектр. Они вводят в учебный процесс и другие виды литературы, в частности монографии, научную литературу, научную периодику, позволяет вести самостоятельный поиск и работу с информацией. В общем, ЭБС это нечто более широкое, чем просто набор учебников, как сегодня пытаются некоторые свести к этой задаче. Теперь пару слов о университетской библиотеке онлайн. Надеюсь, многие знакомы с нашей ЭБС, ну совершенно кратко в цифрах. Во-первых, это старейшая ЭБС, существует с 2006 года, то есть уже скоро будем 15 лет праздновать в нашей платформе. Мы сегодня одни из лидеров ЭБС, представляя более 500 подписчиков, 600 издателей, то есть одна из наиболее наполненных профильной литературой. Наша экосистема охватывает все ступени образования, и высшие, и профессиональные, и среднепрофессиональные, и дополнительные профессиональные, и даже общее среднее образование, простираясь до младшего школьного. То есть по всей вертикали образовательного процесса. И мы достаточно активно всасываем весь учебный и научный контент с нашего информационного поля, агрегируя более 150 тысяч зданий на сегодняшний день, и из них более 20 тысяч учебников и учебных пособий. Вот так выглядит наша карта представительства. Мы охватываем сегодня более 50% вузов и более 70% научных и учебных издательств в нашей стране. То есть репрезентативно представляем и ту, и другую сторону. Вот здесь на графике рост правного контента, который прежде всего, за который ценят электронные библиотечные системы, и ежегодно мы пополняемся около 15 тысяч изданий, и собирая эксклюзив около 10%. Кроме того, мы практически единственные ЭБС, которые целенаправленно агрегируют монографию, научную литературу, научную классику, образовательные мультимедиа. И вот здесь я уже подхожу к контентному составу нашей платформы. В первую очередь, ну и продукты, в первую очередь, академическая базовая коллекция, основной продукт, который пользуется спросом. Его задача репрезентативно представить по всем направлениям обучения достаточную и ключевую учебную и научную литературу. Поэтому основу составляют учебники и монографии, ценность представляют эксклюзивные издательства, которые у нас есть, в том числе наши собственные издания Директ Медиа, более 2000 изданий в прайсе. Второй блок это научная литература. И здесь мы уже, здесь мы особенно ценны для гуманитарных университетов. Мы уже много лет собираем оригиналы и первоисточники гуманитарных наук и формируем коллекционную научную классику. Помимо этого, в академической коллекции представлена периодика Беста, то есть более 500 лучших периодических изданий. Отдельная коллекция лучших студенческих работ, тоже несколько тысяч. И отдельная коллекция мультимедийных дополнительных материалов. Это и видеокурсы, и аудиокниги, цифровые карты, тесты и так далее. Особняком немножко от академической коллекции находятся издательские коллекции учебной литературы. Это более 100 коллекций, в них в совокупности включено более 6000 книг. Они содержат наиболее востребованный, качественный, ценный, профильный контент. И это прежде всего издательства первой величины, такие как проспект, лаборатория знания, финансы и статистика, ДМК, пресс, Георг, горячая линия, телеком, АСВ. Ну, как вы видите, в первую очередь это профильные специализированные издания, издательства. И издательства, которые просто дорого стоят, они закупаются каждым университетом отдельно. Можно и без академической. И продукт последнего года, в 2019 году, инновация, когда нас можно подписывать не такими большими пластами, а по профильным, профильным блокам. По сути дела, каждый блок это некая специализация и некая отраслевая ЭБС, которая включает по своему предмету и учебники, именографии, переводику, издательские коллекции, справочную литературу. То есть, все виды профессиональной литературы, скажем, по экономике или по педагогике и так далее. И вот для тех, кто не является подписчиком нашей общей коллекции, прекрасная возможность подписывать блок или схему блока, как прямо согласно аккредитованным специальностям, те, которые изучаются в данном УЗИ. Большая экономия. Ну и помимо этого, мы формируем различные контентные центры, такие литературы. Вот в частности, для изучения иностранных языков у нас создан ресурсный центр, в котором собрано более 4000 учебных пособий по иностранным языкам. И по английскому, и по китайскому, и другие остальные, в том числе русский, как иностранный. Особая ценность этого раздела, что здесь можно найти прежде всего отраслевую литературу на английском языке и сами учебники, которые, там, иностранного языка английского, которые предназначены для особых сфер. Это английский для юриста или для медика и так далее. Это тоже один из наших новых проектов в развитии. Ну и важно, конечно, помнить, что ЭБС, как основа информационно-образовательной среды, это не отдельный какой-то модуль. Он должен обязательно быть встроен в общую систему цифровых сервисов. И мы практически обеспечиваем все возможные интеграции, которые запрашивают у нас в ВУЗ. У нас есть АПИ бесплатная. И вот здесь перечислены службы, с которыми мы легко можем интегрироваться. Вот, к сожалению, несмотря на то, что мы с вами уже давно на этом пути стоим, цифровизации, далеко не все ВУЗы обеспечивали даже вот первый, первичный шаг интеграции, бесшовный переход, чтобы было удобно работать в ЭБС. Вот, обращаю ваше внимание, это наша акция на 2020 год. Мы реализуем такую интеграцию бесплатно. Просто обращайтесь и, по меньшей мере, вот такая интеграция бесшовного перехода в один клик на ЭБС должна быть у каждого. Вот, собственно, общая картина. Напомню, что такое ЭБС. А сейчас я хотел бы вас познакомить как раз с фишечкой этого времени для аккредитации. Это сервисы подготовки к аккредитации, связанные с обеспечением книгообеспеченности дисциплин. Вот, тем заполнением дисциплин интературы, обязательной, о которой я говорил. Здесь мы предоставляем готовое инновационное цифровое решение. В целом мы заполняем более 10 тысяч дисциплин, основываясь на статистике других вузов, на работе наших библиографов, на том контенте, который у нас представлен в ЭБС. В чем инновационность этого сервиса в тех опциях, которые сильно упрощают работу преподавателя? Вы знаете, что это огромная работа и такая бюрократическая по отчетности, и вот поисковая для библиотекарей, это большая головная боль. Мы стараемся это очень сильно упростить. Значит, основной функцией, которую у нас предоставит этот сервис, первая проверка существующих РПД на наличие изданий ВБС, то есть готовые РПД. А второе, для новых дисциплин, для которых преподаватель только начинает искать литературу, мы предоставляем готовый список лучших изданий. Сразу решение под ключ. Ну и третий функционал, это информирование о приходе и уходе изданий. Значит, как это выглядит? Ну, картинка, там уже скриншот был предоставлен. Первый шаг, которым должен воспользоваться преподаватель или библиотека, для своего РПД предмета, создать дисциплину, то есть заполнить данные, как она называется. Или выбрать, если она есть у нас уже в базе. Заполнить курс, группу. Вот, а дальше, если, сервис, сам сервис проверить РПД. Преподаватель может загрузить файл своего, своей РПД в нашу систему. Это может быть и в ВОРТе, и в ПДФ. И система проверит. Проверит, распознает те книги, которые у него функционируют. И потом предложит совпадение, если эти книги есть. А если этих книг нет, книг нет у нас, то предложит аналоги. В дальнейшем сохранить нужные издания дисциплины. То есть, в результате преподаватели получают точный слепок, какие издания из интересующихся его присутствуют в нашей ЭБС. Если же речь идет о новой дисциплине, то здесь второй сервис рекомендательной системы книгообеспеченности с автоматическим подбором. В этом случае, после определения названия дисциплины, ему будет рекомендован список литературы, который предложит наша система. Как я сказал, этот список формируется на основе экспертных оценок и практики других вузов по данной дисциплине. Помимо этого, книгообеспеченность в свои списки можно добавлять из поиска, со страницы книги. То есть, повсюду, где вы встречаетесь с книгой, и она вам подходит, вы можете сразу удобно бросать свою корзиночку. Дальше это можно все выгрузить в файл Excel и пользоваться. Можно это делать пакетно, вообще работать с дисциплиной, то есть, как для преподавателя, так и для библиотеки. И, обращая ваше внимание, мы стараемся сейчас, чтобы книги были обеспечены, их присутствие до конца периода подписки. Для того, чтобы это проверить и вообще ознакомиться и с новинками ЭБС, существует сервис проверки. И можно посмотреть, какие книги пришли и ушли из системы. Вот, собственно, основа нашего функционала рекомендательной системы книгообеспеченности. Но она добавляется еще одним новым, очень важным сервисом, который мы разрабатываем совместно с Арбиконом. Это поиск индивидуальных заявок. Если вы не нашли какую-то книгу у нас, и ее нет на рынке, то вы можете заказывать эти издания в нашем сервисе. И мы в дальнейшем будем искать возможность получить его, предоставить для вас на условиях приобретения этого издания. Вот, собственно, экосистема работы с литературой для дисциплин, которая ставит задачи на максимальное удобство, аналитика существующих решений, поиск, наоборот, недостающих книг. В общем, все, что может потребоваться при решении такой важной для аккредитации задач, как закрытие дисциплины. Это одна сторона пользы от ЭБС. Еще одна такая сервисная сторона – это публикации в ЭБС. Ну, издать свой труд – это задача каждого ученого. Это вообще формирует основной его капитал. И преподаватели тоже. И что сегодня важно, кто не публикуется электронно, тот не публикуется вообще. Если у вас нет электронного издания доступа в электронное пространство, а вот наша с вами ситуация особенно подчеркивает это, то значит, у вас вообще нет доступа к аудитории. А наша аудитория в университетской библиотеке имеет более двух миллионов подписчиков в доступе. Поэтому, несмотря на то, что сегодня очень важно публиковать статьи, все равно очень важно публиковать в книжно-монографическом формате. Это все равно было и будет основой репутации ученого, особенно гуманитарного, конечно, ученого. И благодаря этому тоже происходит проникновение в рейтинговую систему, РИНСК, Нижняя палата, присвоение ДОИ, Web of Science. Это я сейчас быстро расскажу. В общем, электронная публикация, много дополнительных опций для самопродвижения добавляет. Это происходит тоже в автоматизированном режиме. Каждый преподаватель в своем кабинете может добавить на рассмотрение свой труд, и он пойдет в работу. Помимо работы с текстом, ему будет присвоен бесплатно ДОИ, обязательный в сегодняшней среде. Он будет, и что отличает нашу уникальную возможность, мы работаем с Web of Science, но про это я сейчас скажу, и будем подавать вашу книгу и туда. Во-первых, книга оперативно регистрируется в РИНСК, тоже сегодня обязательное условие для публикации. И если она пройдет качество нашей оценки, то мы будем рекомендовать ее для размещения в Web of Science. Как вы знаете, по критериям для научных организаций поощряются и учитываются в оценке эффективности прежде всего монографии, которые и статьи, которые попадают в рейтинговые системы Web of Science. Вот на сегодня те, кто участвовал в нашем конкурсе монографии и вошли в шорт-лист, они все переданы в эту систему. Вот кроме этого, да, обращу внимание, что наши издания, нашего издательства, кроме того, что они качественно всегда сделаны, на высоком полиграфическом и научном уровне, они передаются в зарубежные системы ЭПСК и других агрегаторов. И доступ к ним существует в международном инфляционном пространстве. Ну а в целом, благодаря работе и вот такой активному использованию ЭБС, создается условие для повышения цитированности и возникает культура цитирования, облегчается создание цитат, мы отдельно выделяем списки литературы, это важные условия, передаем данные в РИНС, отражаем статистику изменения в личном кабинете. Вот, кроме того, для продвижения у нас есть отдельный такой контентный сервис, именитые ученые и писатели, и здесь наряду с классиками, их около двух тысяч, появляются и страницы наших авторов. То есть мы не только продвигаем, мы и создаем авторов, в отличие этого сервиса от любых других справочных, то здесь формируется собрание сочинений каждого автора, в том числе и современных авторов нашего издательства. Ну а помимо этого мы поощряем и ведем, поддерживаем ключевые конкурсы в нашей стране, в частности, конкурс на лучшую монографию «Фундамент науки», который недавно завершился и уже скоро запускается на следующий год совместно с Академией наук. Вот, как я сказал, те работы, которые вошли в шорт-лист, они были нами подготовлены соответствующим образом, переведены на рассмотрение в Web of Science, и, кроме того, награждены денежными призами. Кроме вот такой поддержки ученых-преподавателей, мы поддерживаем студенческую науку, и вот с 1 апреля, то есть через несколько дней, начинается очередной конкурс на лучший и лучший диплом «Бифёст» совместно с антиплагиатом университетской книги. Мы вас ждем. В прошлом году участвовали более 600 университетов в этом конкурсе. Так, ну и уже там близко к завершению, последняя глава – это цифровые сервисы для преподавателей, которые, может быть, вы еще не обнаружили, или внимательно не поинтересовались ими. Они находятся в личных кабинетах и в аккаунте каждого преподавателя. Ну, во-первых, это конкурс ОФО, это сервис «Мои научные интересы». Очень важный, на мой взгляд, сервис, который позволяет преподавателю, ученому видеть новинки и наиболее популярную литературу своего профиля. Здесь преподаватель определяет те области интересов, которые его интересуют. И дальше он видит, какие новинки приходят в ЭБС, в том числе и переводика, книги, монографии, учебную литературу. Вот, эту страничку можно и следует сделать главной, и тогда вас не будет смущать информационный шум из других научных областей. Вы всегда будете иметь дело с литературой, которая составляет ваш собственный профиль. Еще один важный инновационный функционал – это дополнительные объекты, книги, когда помимо текста вы можете добавлять все дополнительные материалы. И исследовательские, статистические, архивные данные, иллюстрации, видео. В общем, то, что не могло войти в книгу. Вот, будет доступен доступ к старым версиям изданий. В общем, это расширение, цифровое расширение книжного текста. Еще один такой же важный функционал связан с возможностью прикреплять литературу к своим курсам. Помимо того, что вы официально книгообеспеченности к каждому предмету обязательно на литературу прикрепляете. Это официальная история, а преподаватели очень часто какие-то старые книги, статьи, фрагменты. В общем, много различных материалов прикрепляют именно для своих студентов. Вот в этом случае используется сервис учебных программ. И студенты в дальнейшем заходят по имени преподавателя через личный кабинет на его курсы. И видят, какие материалы размещены для дополнительной работы. В целом, чтобы понимать и наши плюсы, и наши возможности, мы сегодня очень интенсивно работаем с кафедрами. По сути дела предоставляем комплексное обслуживание университетских кафедр, целью которого является продвижение кафедры, продвижение научной школы кафедры. То есть те кафедры, которые имеют научные амбиции, благодаря ФБС, они имеют возможность выделиться, проявить себя, в своих результатах заявить. В общем, много что сделать. Значит, здесь мы несколько различных возможностей предоставляем. Мы издаем труды, сборники членов кафедры, публикуем и труды студентов, предоставляем профильный контент по литературе. В общем, мы создаем возможность научной коммуникации по этой области интересов с другими университетами. Вот так примерно эта схема выглядит. Мы и даем, и берем. Даем профильный контент, все, что может быть интересно кафедре по своим научным занятиям. А берем в виде публикации то, что сами ученые хотят, как раз-то продвигают в своей отрасли от себя. Такая система взаимовыгодного сотрудничества. Ну и последнее, что я хотел бы рассказать, это наши образовательные услуги учебно-методического центра Директ Академии. Это ваш эксперт в цифровом пространстве. Более 250 вебинаров проведено в прошлом году по вопросам использования цифровой среды, проведения дистанционного обучения. И вот как раз сейчас это пользуется очень широким спросом. И на многие вопросы, которые вас интересуют для перехода на дистанционное обучение, вы найдете на нашем сайте Директ Академия и в нашем YouTube-канале. Участвуя в них, вы можете получать сертификаты и дипломы о повышении квалификации. У нас с прошлого года имеется на это лицензия на образовательную деятельность и, соответственно, полноценный диплом повышения квалификации. И последнее, что, надеюсь, было бы вам интересно из последних наших новостей, это рейтинг наиболее активных вузов по использованию БС. Много лет мы его проводим и формируем двадцатку самых продвинутых вузов во многом. Я считаю, это как раз рейтинг вузов в плане дистанционного образования. Этот рейтинг ведется на основе нескольких параметров активности, в том числе особенности активности преподавателей, объема использования книг, средней стоимости одной книги для вуза. И вот как выглядит этот рейтинг в этом году. Нет, прошу прощения. Это попал у меня прошлый год. Да, вот тройка победителей этого года. Значит, на первом месте оказался Кубанский государственный университет, на втором Челябинский университет, и на третьем Московский педагогический государственный университет. Вот три победителя и их параметры, как вы видите, вы видите, для активистов, насколько дешевый, выгодный становится использование учебного контента. Вот стоимость подписки на одного студента составляет, видите, от 30 до 50 рублей. Стоимость одной книговыдачи составляет от 12 до 30 рублей. Вот так стоит электронная книга при правильном ее использовании. А это показатели просмотров и активность регистрации. Ну вот вы видите, лидер Кубанский госуниверситет 15, полтора миллиона страниц использовал. Это более 100 тысяч книговыдач с помощью только в одной нашей ЭБС. Ну и тут использование, в частности, сервисов, закладка, определение области научных интересов. То есть вы видите, насколько более широкие возможности работы для тех, кто наши сервисы использует, а не просто читает ВБС книжки. Ну, это вот победители прошлых лет. Вот, собственно, и все. Поэтому надеюсь, что этот год станет такой очень важной вехой в развитии дистанционных технологий, цифровых технологий и вообще навыков и компетенций университетов в использовании цифровых платформ. Мы стараемся этому активно обучать, в том числе и на наших выездных мероприятиях, на которых я вас приглашаю, как только утихнет наша ситуация с эпидемией. Ну что ж, надеюсь, что мы и были вам полезны, служили как могли, и будем еще более полезны в новых условиях. Благодарю за внимание. Теперь я поставлю вопросы, если они были. Да, были вопросы, я попрошу посмотреть чат. Так, и вкладку вопросы. Так, издательство Union Run. Ладно, прекрасно, мы готовы сотрудничать, тогда мы свяжемся с вами с удовольствием, и это все обсудим. Так. Это по антиплагиату сейчас ответят. По содержанию БС. Нас интересует литература по биологии, микробиологии, экспериментальной медицине, ветеринарии. Есть ли книги по этим отраслям, насколько много, и в основном по гуманитарной дисциплине. Ну, у нас есть по всем дисциплинам, универсальная, ЭБС, гуманитарная, конечно, сильнее любой другой. Это вот наша исконная специализация. Ну, в общем, и достаточно большой блок по медицинской литературе, особенно вот то, что касается биологии, там, микробиологии. Вот чисто по медицине мы здесь не стремимся специализироваться. Вот, но вы всегда можете, сейчас у нас открыт доступ для рыбового университета, теперь вообще вход свободный. Вы можете зарегистрироваться и полностью пошерстить до 1 июня. Еще раз повторяю, доступ к нашу ЭБС свободный. У нас один общий факультет разделен на 3 кафедры. Так, это про антиплагиатру. По слайду. Из чего складывается цена на электронные издания, с чем связано повышение стоимости их производства по сравнению с печатными изданиями. Но здесь вы неправильно немножко оценили. Это слайд. Это не стоимость производства, а величина продаж. То есть, стоимость производства ниже, чем на печатных издания. Существенно ниже. А вот продажи повысились, а у печатных изданий как раз понялись. Так что, это вот такой. Так, кто не подключился, коллеги не могут. Возможно скачать. Так, это не очень понимаю. Так, сейчас пойдем. Так, это по связи. Так. Как войти в ваш ЭБС? Так, ну там, во-первых, есть баннер и заявка, ссылка на заявку. Вы просто заполняете там свои данные и с вами связываются. И уже автоматически предоставляет доступ. В принципе, во все университеты гораздо проще доступ к нам. Там практически и без регистрации у нас уже есть данные. А в СУЗы будет посложнее. Вот. Ну, короче, через формуляр заявки. Потом будут выставлены вам доступы. Ну, по-моему, вот прошел я. Никаких таких особо сложных вопросов нет. Что ж, тогда, коллеги, большое спасибо за ваше внимание. Будем работать дальше нашим переходом на дистанционное обучение. Ну, а я предоставляю слово Юрию Чеховичу со... Хорошо, слышно. Пожалуйста, отметьте плюсом. Да, спасибо. Так, я сейчас переключу презентацию. Так, все видят первый слайд презентации, да? Пожалуйста, отметьте. Да. Спасибо. Ну, да, для меня не совсем привычный формат. Я не очень много выступаю в вебинарах. Все-таки чаще это очное общение, очное выступление. Но, тем не менее, давайте попробуем. Нынешние времена диктуют, скажем так, новые обстоятельства. Ну, что же, не будем терять время. Сегодня нужно охватить... Я попробую охватить достаточно много вопросов. Начнем с того, что такое попритест. Расскажу про антиплогиат. Покажу нормативные документы, которыми регулируется проверка заимствования в России. Поговорим о проблемных практиках. Расскажу, как правильно, все-таки, на наш взгляд, работать с заимствованиями в системах обнаружения... Так, сейчас говорят. Понит звук. Сейчас, прошу прощения. Давайте попробуем стыка уменьшить уровень. Стало ли лучше, коллеги? Да, я понял. Стало лучше. Хорошо. Ну, если какие-то проблемы будут, сообщайте. Итак, поговорим о новых возможностях, ну и много-много всего остального. Пожалуйста, пишите свои вопросы на вкладке «Вопросы». Я увидел вопрос Евгения Николаевны Бельской, и уже, собственно, мы вступили в переписку. В любом случае, на все вопросы отвечу. Ну, давайте начнем. Так, фокус. Уверен, что практически никто не знает, никому не знаком, американский специалист-информатик Ларри Теслер. Увы, он умер не так давно, в феврале этого года, но на самом деле, наверное, один из результатов его работы знаком каждому. Выглядит этот результат вот так. Это, собственно, команды copy-paste, придуманные, Ларри их придумал тогда, когда еще работал в компании Xerox, затем он работал в Apple, ну, а его результатами, командами Ctrl-C, Ctrl-V, весь мир пользуется до сих пор. И, помимо того, что это очень удобно, эти команды позволяют, собственно, существенно сократить время подготовки любой работы, и сам он при подготовке этой презентации тоже их активно использовал. Большое спасибо моим коллегам, которые помогли в подготовке этой презентации. Но, помимо тех положительных сторон, которые дают нам, тех возможностей, которые дают нам эти команды, есть, естественно, и отрицательная сторона. И с этими отрицательными сторонами мы особенно ярко столкнулись тогда, когда, собственно, стали разрабатывать систему антиплогиат. В 2005 году мы провели исследование, взяли несколько сотен дипломных работ российских кузов, брали дипломные работы, защищенные только на пятерку, и еще не было антиплогиата, просто с помощью Яндекса попробовали найти, а не скопированы ли эти работы из интернета. И выяснилось, что большая часть, больше половины этих работ, они не просто содержат какие-то фрагменты, заимствования, как мы сейчас привыкли, там столько-то процентов, нет, никаких процентов. Эти работы были скопированы полностью с заменой только кипер-фролиста. Это 2005 год. Для понимания остроты проблемы, ну, для тех, кто тогда еще не работал в сфере образования, в 2005 году, вообще вот в первую половину годов сайты рефератов были самые популярные сайты РУНЭ. Просто ничего популярнее в российском интернете не было. Позже были другие исследования. В 2013 году и в 2016 году мы проверили диссертации, сравнивали диссертации только между собой. И из 14 тысяч диссертаций мы нашли, что более полутора тысяч диссертаций только по историческим наукам, ну, практически не содержат оригинального текста. В 2017 году запустили модуль переводных заимствований, выяснилось, что не только копипейст, а и, скажем так, копипейст использованием переводчика. Чаще всего это машинный перевод, тоже такая распространенная функция. Ну, вот, а совсем свежие результаты, это в 2019 году мы обнаружили более 70 тысяч случаев дублирования публикаций. То есть случаев, когда одна и та же рукопись публиковалась, ну, чаще всего, одними и теми же авторами, может быть, с разными названиями, может быть, с одними и теми же, в разных журналах, под видом разных публикаций. Собственно, вот обо всем этом буду рассказывать. Итак, а, ну, вот, еще, прошу прощения, еще один пример. Это пример того, как копипейст, как копирование, как плагиат соседствуют вместе с фальсификацией. Это пример взятый из статьи Михаила Гельфанда 2018 года. Обращаю ваше внимание, что при полностью идентичном тексте изменены только болезнь, препарат и, ну, и, собственно, все. Все остальное остается такой же. Дозировки, способ применения, результаты. То есть это пример того, как с помощью копирования, как с помощью функции копирования удается и фальсифицировать результаты. В общем-то, это весьма негативное явление. Если формулировать проблему копипейст коротко, то она звучит следующим образом. С помощью современных информационных технологий подготовить несамостоятельную работу гораздо проще, чем выявить ее несамостоятельность, если нет специальных инструментов. Вот такой специальный инструмент есть. Это система антиплогиат. Это представитель, скажем так, большого класса системы обнаружения и заимствований. И система антиплогиат – это первое решение в области обнаружения и заимствований, которое работает на русском языке. Мы сделали систему в 2005 году. На данный момент это лидирующие решения, ну, скажем так, на русскоязычном, образовательном и научном пространстве. Если подходить с технической стороны, то антиплогиат – это поисковик. Это специализированная поисковая система. Как у любого поисковика есть запрос, есть выдача, результат проверки. И нужно понимать, это будет проходить, ну, вот, собственно, проходит красной нитью через, ну, практически все наши выступления, публикации и так далее. Антиплогиат – это инструмент. Вот пример того, как выглядит отчет. То есть, любой документ, который проверяется с помощью антиплогиата, по нему строится отчет. И полный отчет, ну, вот, примерный вид этого полного отчета сейчас на слайде. Это, на самом деле, только начало работы. Это ни в коем случае не какие-то проценты, не только, далеко не только какие-то проценты, по которым многие пытаются принимать решения, это, в первую очередь, инструмент. Есть текст, в котором подсвечены фрагменты заимствованного текста. Есть возможности управления источниками. То есть, есть возможность выключить источник, есть возможность поменять статус этого источника. Об этом я еще сегодня расскажу. И важно то, что антиплогиат – это не мерило, не критерий. Это инструмент, который позволяет эксперту принять решение, содержится ли в работе неправомерное заимствование или нет. Доля заимствованного текста, она соответствует критериям, применимым к работе или не соответствует. То есть, это на самом деле инструмент в руках эксперта, в руках преподавателя. Вот линейка продуктов «Антиплогиат». «Антиплогиат-базис», «Антиплогиат-эксперт». Ну, я думаю, что наиболее популярный продукт «Антиплогиат-вуз». Есть другие продукты. Важно то, что эти продукты организованы по принципу матрешки. Каждый продукт следующего уровня содержит все возможности предыдущего продукта. И, ну, помимо этого, есть еще «Антиплогиат», доступный через сайт «Антиплогиат.рум», «Антиплогиат» для частных пользователей. Всеми этими продуктами пользуются наши клиенты, наши пользователи. В России и в странах СНГ это достаточно большой объем использования продукта. Ну, для понимания, в период сессии ежесуточно система проверяет более 300 тысяч различных документов. Это очень много. Нормативное регулирование. Я не буду останавливаться, просто чтобы не тратить на это время. Презентацию можно скачать, и вы сможете найти эти документы, если они вам нужны. Я только покажу те документы, в которых присутствуют так или иначе положения, которые влияют на необходимость проверки на заимствование. Это положение у Совета по защите диссертаций. В каждом Совете должна использоваться система по проверке на наличие заимствованного материала. Кстати, ВАК РФ достаточно активно отклоняет диссертации именно по факту наличия в них неправомерных заимствований. Есть также положение о порядке присуждений ученых степеней. Здесь речь идет не о проверке на заимствование, а о выкладывании текста диссертации в открытый доступ. Есть, наверное, наиболее широко известный приказ 636, который устанавливает обязанность ВУЗа по проверке на заимствование выпускных квалификационных работ различных уровней. Есть аналогичный приказ, который касается научных отчетов из КРАН. Есть на самом деле не так много, но тем не менее все эти документы есть. В 2017 году, большая часть этих документов была принята в 2014-2015-2016 годах, мы задались вопросом, насколько эти документы правильно используются нашими учебными организациями. Мы провели исследование в компании «Антиплагиат», проанализировали локальные акты российских ВУЗов, в которых регламентируется обнаружение заимствований. И не так много 25 ВУЗов, но тем не менее мы обнаружили, что по состоянию 2017-2016 год практически ни один ВУЗ нельзя было бы, скажем так, признать его практику работы с системами обнаружения заимствований корректной. Какие проблемы мы обнаружили? Ну, наверное, ключевая проблема, которая есть практически везде, и даже вот я уверен, что сегодня наверняка будут вопросы, которые так или иначе являются отголоском этих проблем. Первая проблема – это то, что достижение некоторого минимально допустимого процента оригинальности является единственным критерием оценки текста. Это в корне неверно. То есть в представлении, ну, скажем так, организации, в представлении проверяющим процесс выглядит следующим образом. Работа, файл загружается в систему, система показывает процент, дальше сравниваем процент с локальным актом, тем, которые, ну, нормами, которые установлены в организации, и, так сказать, принимаем решение. Вот такой процесс в корне неверно. По очень многим причинам, две основные причины, то, что он, с одной стороны, пропускает работы, в которых есть неправомерное заимствование, с другой стороны, он, ну, скажем так, дискриминирует работы, то есть не проходит через эту систему оценки работы, в которых есть легитимные заимствования, и в этих работах все в порядке. Вот можно сказать, что отношение к работам, оно выражено такой вот неправильной формулой. То есть считается, что работа состоит из какой-то смеси плагиата и оригинального текста, вместе они дают 100%. Вот это неправильная формула. Кстати, я, ну, вот еще год назад думал, что это только наша такая российская беда, что это мы в России поздно начали заниматься обнаружением заимствования. И во всем мире к этому вопросу подошли несколько раньше, и уж у них-то все правильно, ничего подобного. В конце марта, ну, вот, может сказать, скоро будет ровно год, 27 марта 2019 года в журнале Nature вышла статья Демора Вебер-Мульф, название которой можно перевести как «Система обнаружения заимствований» и «Помощник» и «Проблема». И говорится ровно о том же самом. То есть о том, что массово используется неправильная практика использования системы обнаружения заимствований. Статья доступна в открытом доступе, на слайде есть, ну, короткая ссылка, в принципе, и по названию видно. Я рекомендую, прочитайте, это очень полезно, но для меня это было, так сказать, статья была открытием с той точки зрения, что, оказывается, во всем мире тоже неправильно используют систему обнаружения заимств. Окей, неправильно. А как правильно? Возникает хороший вопрос. Давайте попробуем с этим разобраться. Корректные практики. Во-первых, ну, я как математик не могу обойтись без аксиом, поэтому ввожу, так сказать, вводим сначала такую аксиоматику. Я думаю, что никто не будет возражать, не будет особых возражений по отношению к следующему тезису. Современная научная и учебная работа практически не могут обойтись без заимствований. То есть без опоры на источники, которые были написаны, созданы ранее, чем вот эта научная или учебная работа. Чаще всего, если работа стопроцентно оригинальна, то это два варианта. Либо это какой-то, ну, скажем так, мало связанный с наукой бред, либо к работе применялись те или иные средства для того, чтобы скрыть заимствование. Практически не видел других вариантов. И отсюда, из этой аксиомы, сразу следует простой вывод, что заимствования в работах научных сами по себе не являются чем-то предосудительным. То есть заимствования могут быть и, наверное, даже должны быть. Давайте поймем, что в них может быть так, что в них может быть не так. Я буду опираться на определение различных типов заимствований, которые даны в книге Шахрая Алистар Тедеев о плагиате в произведениях науки. Ну, я уже вот, так сказать, прошло некоторое время с момента первого издания книги, книга выдержала и второе издание. Я не могу сказать, что это идеальное определение, идеальный понятийный аппарат для использования в нашей области, но из того, что я видел, это пока лучшее. Поэтому вот используем эти определения. Итак, в работе могут быть правомерные корректные заимствования. То есть обоснованные целями цитирования использования в своем произведении науки части чужого текста с обязательной ссылкой на истинного автора и источник заимствования. Оформленные в соответствии с правилами. Вот, казалось бы, все легко и просто. На самом деле, все не очень просто, потому что в определении, в том, что написано на слайде, скажем так, черным цветом фона, не дано критерий. И мы попробовали эти критерии для себя, для наших пользователей бы работать. У нас получилось следующее, вот то, что написано красным. Это критерием, в каком-то смысле, является следующее утверждение. Читатель знает, что текст заимствован и знает, из какого источника. Первое. И второе. Объем цитирования не превышает необходимого с точки зрения цели цитирования. Со вторым критерием несколько сложнее, потому что здесь кто-то может считать, что не превышает, кто-то может считать, что превышает. Но на самом деле, вот самой важной частью этого критерия является первая часть. Любой читатель должен максимально четко иметь возможность отделить заимствованный текст и определить, из какого он источника. То есть есть список литературы, есть список источников. Там должно быть указано, откуда взять этот текст. Могут быть нарушения. Нарушением, ну таким, скажем так, слабым нарушением является некорректное заимствование. То есть читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать затруднения в поиске источника. Здесь понятно, почему он может испытывать такого рода затруднения. Например, очень часто авторы ссылаются не на то произведение, то есть автор тот, а допустим ошиблись с конкретной статьей, где это приведено. То есть понятно, чаще всего нарушение связано с тем, что читатель понимает, что текст не авторский. Но откуда именно взят текст, ну от него требуются определенные усилия. Тем не менее, это небольшое нарушение. Чаще всего такие нарушения должны устраняться на этапе, либо это предзащита, если речь идет о ВКР или диссертации, либо это работа с рукописью в редакционном процессе. То есть такого рода нарушения должны помогать, скорее должны помогать устранить, чем за них карать. Но, важный момент, если работа с таким нарушением дойдет уже до, будет защищена, допустим, и дойдет до уровня ВАК, то и нарушения, связанные с некорректными правомерными заимствованиями будут выявлены на этапе утверждения степени в ВАКе, то это на самом деле тоже может быть основанием для отклонения, ну то есть для неутверждения степени. Почему? Потому что фактически у автора диссертации отсутствует квалификация по работе с источниками. А это является важной частью квалификации кандидата или доктора наук. Поэтому здесь это тоже нельзя считать, что это ерунда, и на этом можно закрывать глаза. Более серьезное нарушение, наверное, самое серьезное в нашей области, это неправомерное заимствие. То, что и называется плагиат. То есть, когда отсутствует ссылка на истинного автора или объем заимствованного текста не оправдан с точки зрения цели цитирования. Опять же, делая оговорку относительно объема, с объемами всегда сложно, потому что нет какого-то критерия, и это всегда, если действительно серьезно разбираться, то это экспертиза, и на самом деле с объемом трудно. Но, а с чем относительно легко? Если читатель введен в заблуждение и не может четко провести границу между заимствованным и незаимствованным текстом, это четкий критерий того, что заимствование неправомерно. А читателем, в роли читателя выступает или преподаватель, или сотрудник кафедры, если речь идет про учебные работы, или редактор, рецензент, если речь идет про статью. И вот здесь, если эти люди не могут четко указать, где граница того, что написано автором, и того, что написано до автора, до их произведения, то это и есть пример неправомерного заимствования. Вот такого рода нарушение, это, в некотором смысле, абсолютный звук. Вот такая темная сторона заимствований. Такого рода нарушений в работе быть не должно вовсе. И неважно, какой объем, какая доля неправомерных заимствований обнаруживается в работе. Это не имеет значения. Это может быть несколько абзацев текста по отношению к многосотнестраничной диссертации. Это существенно меньше одного процента. И даже два-три абзаца текста в результатах могут перечеркнуть всю диссертацию. Поэтому задача эксперта, задача пользователя системы, любой системы обнаружения заимствований, это сначала понять, есть ли в работе неправомерное заимствование, а затем понять, хорошо ли все остальные, все ли заимствования совершены корректно, и соответствуют ли всем остальным критериям. Сейчас еще их коснемся. Я вот в своих примерах часто говорил немного по-разному утверждение для научных статей, для квалификационных работ, а это действительно неспроста. Действительно, подход к оценке оригинальностей, он несколько отличается для различных типов работ, для различных жанров. Естественно, что, еще раз повторю, ни в одном жанре не должно быть неправомерных заимствований, это неважно уже, это абсолютно, так сказать, не имеет значения, какой жанр, если вы обнаружили неправомерные заимствования. Но с остальными заимствованиями мы будем, скажем так, разбираться по-разному, в зависимости от того, с каким жанром мы работаем. Давайте поясним на примере. Если мы ведем речь про научные статьи, это, пожалуй, единственный жанр, в котором допустим объемный критерий. То есть допустимо оценивать общую долю оригинального текста, вернее, долю оригинального текста по отношению к общему объему текста. То есть научный журнал может отклонить вашу рукопись на основании того, что объем оригинального текста не соответствует критериям этого журнала. Другой вопрос, что эти критерии должны быть установлены разумно. Чаще всего, какой именно, вот, к сожалению, нет сложившейся практики, мы попытались поискать, какие проценты выставляют те или иные журналы, к сожалению, не получилось пока, потому что это все очень в разбросе и какую-то общую политику выявить не удается. Но тем не менее, есть примеры. Например, вот мы общались с представителями социологов, ну, по-моему, российских социологов. И российские социологи утверждают, что в советских времен сложившаяся практика такая, что в работе, в статье должно быть не менее 25% оригинального текста. То есть это не очень много, но, казалось бы, но, тем не менее, это значимая доля. Почему? Потому что очень большой объем статьи может быть посвящен просто описанию тех данных, на которых проводятся социологические исследования. То же самое касается, кстати, многих других, естественно, научных дисциплин, когда описываются методы, и эти методы уже где-то присутствуют. То есть используется некая общая методика. Есть другие примеры, совершенно неправильные. То есть, например, у меня есть информация, что ряд, допустим, юридических журналов используют такую норму, как 85% оригинального текста. На мой взгляд, это полный бред. То есть слишком высокая норма по отношению к такой области, как юриспруденция. Почему? Потому что очень часто суть работы связана с анализом формулировок тех или иных нормативно-правовых актов, и без их цитирования, достаточно объемного, не обойтись. И, по сути, статьи просто не пройдут через этот фильтр. То есть для юридических журналов такой процент является очевидно весьма высоким. Кроме того, важно понимать, что могут быть исключения. Типовым исключением, например, может быть вообще ситуация, когда проверка научной статьи показывает, скажем так, условно, практически ноль. И, тем не менее, эту рукопись можно публиковать в журнале. Что это за исключение? Это исключение текст из свежей диссертации автора. То есть, смотрите, ситуация такая. Автор защитил диссертацию. Ну вот, все хорошо, защита прошла успешно, даже степень утверждена. И тут соискатель выясняет, ну, или вспоминает, что какую-то часть текста диссертации, достаточно хорошую часть, он не опубликовал в виде научной статьи. И испытывает желание эту часть текста опубликовать. Так вот, на наш взгляд, эта ситуация допустимая. То есть, это исключение, когда журнал должен снизить свои требования к части оригинальности. То есть, если обнаружилось пересечение с диссертацией автора, которая относительно недавно защищена, то журнал не должен считать этот источник в качестве, так сказать, не должен его учитывать при подсчете процентов. Кстати, то же самое касается, например, припринта. Если сначала рукопись была выложена в открытый доступ в формате припринта, например, на ресурс архива, всем известно, или в другие ресурсы, и сейчас достаточно появляются хорошие ресурсы открытого доступа для выкладывания припринтов, соответственно, пересечение с припринтом того же автора тоже не является криминальным. Потому что и диссертация, и припринт – это не публикация. Давайте пойдем дальше. То, что касается ВКР. ВКР и диссертации. Вот здесь объемные критерии неприменимы. То есть, на наш взгляд, нельзя подходить к оценке дипломных работ, подходить к оценке диссертации с точки зрения того, вот есть тормотив процента оригинального текста, и дальше пытаетесь в этот процент каким-то образом попасть. Ну, понятно. ВКР просто может содержать значительные объемы заимствований, например, для инженерных специальностей. Это методика работы. То есть, методика вообще может быть общая для всех работ той или иной кафедры. Для массы других дисциплин. Например, уже студент может просто иметь опубликованную статью по моменту защиты, по тем материалам, которые находятся в диплом. И, соответственно, здесь его хвалить надо за то, что у него есть эта публикация. А мы его, когда в ВУЗ будет такой процент ограничения, то он фактически такого студента наказал. В диссертации все еще хуже. То есть, в ситуации, когда диссертационный совет, совет по защите диссертации, устанавливает требования, которые ограничивают, допустим, принимаются диссертации с объемом оригинального текста больше 80%. Вот это полный бред. Пожалуйста, у меня большая просьба. Сейчас присутствует почти 300 очных участников. И еще, я надеюсь, что значительное количество ученых посмотрит этот вебинар в записи. Пожалуйста, если вы знаете о таких случаях, пожалуйста, напишите мне, контакты будут на последнем свадьбе. Потому что эта ситуация недопустима. Ни МАК, ни министерство не устанавливает никаких требований относительно объема доли оригинального текста диссертации. Диссертация может быть оригинальна на 0%. Это может быть просто альманах, сборник статей автора диссертации. Ну, что называется, которые у него включены в диссертацию, одна за другую будет. Это совершенно нормально. Опять же, вот я не говорю про неправомерные заимствования. Неправомерных заимствований диссертации должен быть ноль. Но самоцитирование, то есть использование текста своих статей, это вполне допустимо. Использование в определенном объеме в докторской диссертации текста своей кандидатской. Преусловие, конечно, что там должны быть еще... Ну, то есть не просто чуть-чуть дописали, расширили кандидатскую. Но, тем не менее, это тоже допустимо. И поэтому просто объемный критерий, какой-то процент на диссертацию, это вещь совершенно недопустима. ВАК, ВАК, РФ, это совершенно не одобряет. И более того, скажу даже, так сказать, еще более страшную вещь. Слишком оригинальная диссертация должна вызывать гораздо больше вопросов, чем диссертация с большим количеством заимствований. Задайте простой вопрос. А где те публикации, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации? Почему с ними нет пересечений? Все, вывод достаточно однозначный. Давайте пойдем дальше. Итак, рекомендации по организации проверок на заимствование. Каждый отчет по проверке должен быть проанализирован экспертом, редактором, преподавателем. Обязательно. То есть не может быть оценка в виде посмотрели на процент, приняли решение. Так не бывает. Задача оценить правомерность и корректность заимствований, оценить объем оригинального текста. Очень важно, что автор не является экспертом. Нельзя делегировать проверку на заимствование автору. Автор лицо заинтересованное, у него конфликт интересов. И есть примеры организации. Раньше было больше, сейчас уже ситуация улучшается. Таких примеров все меньше и меньше, но тем не менее есть. От автора требуют справку, что у него в работе все хорошо с заимствованием. Извините, но автор такую справку чаще всего просто рисует сам. Не нужно подталкивать автора к неправомерным действиям. Более того, практически никогда недопустимы требования по перефразировке. Нельзя, если вам, как автору, говорят, пожалуйста, идите и перепишите вот этот текст своими словами, это недопустимые действия. Это действия, направленные на сокрятие заимствованного материала. Так делать нельзя. Важный момент. Если в работе обнаружилось, все-таки обнаружились неправомерные заимствования, или заимствования некорректные, особенно касается неправомерных заимствований, автору необходимо дать возможность объяснить. Не поправить, не переписать своими словами, а именно объяснить, почему у него в работе возник этот текст. Иногда объяснения могут быть вполне адекватными. Например, если речь идет, такая частая достаточно ситуация, когда автор менял фамилию. И проверяющий, и, естественно, система об этом не знает. Автор может предоставить доказательства того, что на самом деле заимствование сделано из его собственных работ. Давайте пойдем дальше. Несколько примеров функциональности, несколько примеров различных видов нарушений, с которыми мы столкнулись. Первое – это обнаружение переводных заимствований. Я уже это анонсировал. Последние несколько лет получили большое развитие системы машинного перевода. И авторы достаточно часто поступают таким образом. Дерут хорошую англоязычную работу, переводят ее на русский язык, сдают ее здесь как оригинально. Для того, чтобы противодействовать, мы в 2017 году выпустили, тогда это был модуль только обнаружения англо-русских переводных заимствий, то есть оригинал на английском, работа на русском, провели испытание этого модуля и обнаружили более 20 тысяч статей в базе E-Library, содержащих переводные заимствования в значительных объемах. Вот сейчас уже работают другие модули, это есть и англо-русский, и казахский русский, и киргизский и так далее. Здесь проведена ссылка на научно-популярную статью, как работает вообще этот алгоритм. Вот пример. Это я включил один пример. Слева работа с ресурсом Archiport 2011 года, справа работа, подписанная российскими авторами, собственно, которая полностью состоит из переведенного текста английской статьи. Не только текст, но и таблицы, графики и так далее. Вот пример на склиншот английской статьи с примерами того, какие фрагменты были заимствованы. Кроме того, то же самое касается перефразировки. На самом деле перефразировка и переводные заимствования это достаточно близко друг от друга, то есть это то и другое находится рядом. В системе антиблогиад сейчас есть и обнаружение перефразировки. Тоже есть, тоже работает. Те, кто пользуется антиблогиадом, все это используют. Попытки обмана. Вот здесь бы хотел остановиться. Это очень серьезный момент. Мало кто понимает реальные проблемы, которые с этим связаны. Я думаю, что если задать вопрос Яндексу, как обмагнуть антиблогиад или просто обход антиблогиада, вот пример ресурсов, которых сейчас достаточно большое количество находится в интернете. Повышение уникальности текста без изменения самого текста. И почему-то многие авторы считают, или студенты авторы считают, что это такая магия. Вот взяли как-то магическим образом, что-то сделали с файлом, и он стал хорошим. Не верьте. Все методики сокрытия антиблогиада, сокрытия заимствований, они основаны всего лишь на том, что портится тот текст, который считывается системой. На самом деле антиблогиад умеет уже обнаруживать такого рода обходы. Есть символ подозрительный документ, вот здесь на слайде примеры вырезки скриншотов. Вот как антиблогиад подсвечивает те или иные искажения файлов. И важно, что если кто-то пользуется подобного рода услугами, то это даже хуже, чем плагиад, это хуже, чем неправомерное заимствование, потому что под это уже есть конкретная статья в уголовном кодексе, это подлог. Это искажение документа. Подлог, мошенничество можно по-разному. Поэтому я призываю всех, всех, кто слушает, всех авторов, всех студентов, ни в коем случае не пользоваться такого рода мошенническими действиями. Ваше, вот то, что используется средство повышения оригинальности, повышения процентов, это мошенничество. Тот файл, который вы отдаете преподавателю, на самом деле он содержит все необходимые доказательства этих мошеннических действий. Преподавателю достаточно заглянуть в отчет. Не просто посмотреть на процент, а зайти в полный отчет, и там это все видно. То есть, на самом деле, все надежды на то, что повышение оригинальности, повышение процентов, оно позволит, как сказать, избежать какого-то наказания, они связаны только с тем, что преподаватель не посмотрит в файл. Но этот файл навсегда остается в руках преподавателя, он попадает в систему, и всегда есть, даже если это не сделает сразу, всегда есть возможность сделать этот поток. А это уже очень серьезное, это еще более серьезное нарушение, чем плагиат. Рекомендации по подготовке научных и учебных текстов. Как сделать так, такой ответ, может быть, короткий на одном слайде, ответ на вопрос, как сделать так, чтобы не было проблем с антиплагиатом. Первое. Четко отделяйте текст, который пишется сейчас для этой работы, от текстов, которые написаны ранее. Не важно, вами или другими авторами. Важно четко отделить это, чтобы это считывалось в документе. Обязательно ссылаться при использовании текстов, результатов, идей, данных и так далее. Не нужно стесняться ссылаться на себя. То есть самоцитирование, ссылки на свои ранние работы, никаких в этом проблем нет. То есть если у вас там, если вы используете оттуда материалы, не знаю, определения, методики, результаты, ссылайтесь на них. Далее. Важный момент. Перефразирование. Это инструмент только посвенного цитирования. То есть перефразирование – это способ своими словами рассказать о результатах, полученных в другой работе, так сказать, коротко это изложить. Это ни в коем случае не инструмент перелицовки текста, повышения его оригинальность. Перевод – это тоже использование. И ссылка на ту работу англоязычную, которую вы используете в своей работе, она также обязательна. То есть если вы переводите какую-то другую работу, пожалуйста, укажите, что сошлитесь на нее и установите границы, где в переведенном тексте, разграничьте ваш текст и текст, который вы перевели из другой работы. Не нужно перебирать с объемами заимствований. Так сказать, здесь критериев четких нет, но понятно, что часто встречаются работы, которые имеют такое вот англоязычное название «мозаичный плагиат», то есть просто составленные из кусочков других работ с честными ссылками. Это тоже нарушение. То есть понятно, что есть такой оригинальный жанр «цинтон», когда можно свое произведение составить просто из цитат других. Но это редко используется, скажем так, в научных жанрах. То есть дипломная работа, составленная из кусочков других дипломных работ, вряд ли будет оценена хорошо. И последнее. Никогда не пользуйтесь услугами по обходу антиплагиат по повышению оригинальности. Вы сами, сначала вы обращаетесь к мошенникам, сами становитесь мошенником, а затем отдаете доказательства своему мошенничеству преподавателю, загружаете его в систему антиплагиат и так далее. Хотел бы коснуться такой важной темы, как самоцитирование. Мы уже ее немного касались, я пройдусь очень коротко. Во-первых, порекомендую прочитать статью, она тоже находится в открытом доступе. По лезвию бритвы, как самоцитирование не превратит в самоплагиат. Есть конкретные советы по использованию текстов в зависимости от жанра, по использованию текстов в своих ранних произведениях, в своих нынешних произведениях. Вот если коротко, сейчас не буду сильно погружаться и комментировать, есть матрица, откуда что можно, откуда что можно с ограничениями, и откуда нельзя. Вот простой пример. Из монографии нельзя полностью вырезав кусок монографии опубликовать в формате научной статьи. А вот то же самое, включить кусок монографии в диссертацию можно. Вот простые примеры. Пожалуйста, сейчас подробно здесь не буду, просто для экономии времени. Есть здесь пояснение к самой диаграмме, ну а в статье содержится просто подробное объяснение, что и как, в каких случаях, что можно, что нет. Кроме того, вот в продолжении этого исследования, в продолжении этой статьи мы провели эксперимент. Я на него ссылался в самом начале. По поиску самоплагиата, вот такой не очень удачный термин, не очень удачный перевод, но лучше тоже пока нет. По неправомерному, скажем так, самоцитированию, можно сказать точнее, мы проанализировали базу E-Library. И, ну вот, как проводился эксперимент, не буду подробно сейчас останавливаться. Важно то, что мы нашли более 70 тысяч случаев, когда один и тот же текст был опубликован как минимум дважды. Вот предварительные результаты, и видно, что рекордные случаи, когда справа на графике один и тот же текст публиковался 17 раз. Вот, то есть это действительно так. Одна и та же работа была опубликована в 17 разных журналах в течение короткого промежутка времени. Это вообще, вот на графике показана доля случаев самоплагиата по отношению к статьям, и видно, что в последние годы, 16-17 годы, доля таких случаев растет. В 18-19 на момент проведения исследований были еще не все данные, поэтому есть снижение, но я думаю, что при поступлении полных данных результат тоже выправится. Вот ссылка на доклад в прошлом году, сделанный на конференции на ИКОН, есть доступна в открытом доступе презентация, можно посмотреть полное, есть видеозапись этих результатов, представленные здесь на слайде. Мы в этом году, антиплагиат, у нас появилась возможность работы с самоцитированием. То есть теперь антиплагиат получил возможность и автоматически, и в ручном режиме определять источники, которые относятся к тому же автору, что и написаны тем же автором, что и проверяемый документ. Вот появилась четвертая категория, самоцитирование. Вот если раньше были заимствованные цитирования и оригинальные тексты, теперь есть еще самоцитирование. При этом есть возможность в автоматическом режиме их обнаруживать и есть ручное редактирование. Автоматический режим возникает, если ввести в свойства документа автора, то есть можно ввести просто автора документа, фамилию, имя, отчество, и результат будет автоматически пересчитан. Пока это делается только по базе E-Library, но в будущем мы рассчитываем подключить и другие базы. И также можно вручную скорректировать тип источника. Каждый источник из иска источников, можно отметить тип как цитирование. Автоматический отчет пересчитается. Эти возможности сейчас уже доступны вам, нашим корпоративным пользователям. Все, я заканчиваю. Последние несколько слайдов. У нас есть канал на YouTube, там есть обучающие ролики, туда попадают видеозаписи наших вебинаров. Пожалуйста, подписывайтесь, много полезной информации. Вот на слайде есть ссылка, можно через QR перейти, ссылка доступна в презентации. Мы проводим регулярно наши вебинары. Сейчас, после того, как всем известна ситуация с пандемией вируса COVID-19, мы перешли все на онлайн обучение. Поэтому сейчас мы, скажем так, активизируем нашу работу в части вебинаров. Вот уже есть расписание на апрель, будут появляться новые вебинары. Пожалуйста, подписывайтесь, вебинары бесплатные, можете в них участвовать. Я очень мало сегодня говорил про то, как пользоваться системой на практике. Скорее, касался каких-то моментов, ну, скажем так, методологических. Ну, а вот если вас интересует, что именно делать, на какие кнопки нажимать, как работать с отсчетом, то приглашаю всех на наши вебинары. Присоединяйтесь к группе Facebook. Тоже есть. Вот скриншот с анонсом нынешнего вебинара. Так что там тоже есть объявления, много полезной информации. Пожалуйста, присоединяйтесь. И в конце ссылки на те работы, которые были упомянуты сегодня. Что-то, наверное, есть дополнительное. То есть это полезная литература по материалам прочитанного вебинара. Все. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так. Ну, наверное, да. Перехожу в стык, да, без пауз. Сейчас, одну секунду. Давайте найдем начало вопросов, касающихся антиплагиата. А... Филиппова Людмила Борисовна. Почему приостановлена работа с системой антиплагиат ВУЗа, когда снова можно будет получить в ней доступ? Вы знаете, вообще не приостановлено. Возможно, речь касается вашей конкретной организации. Если позволите, давайте так. Есть ваш e-mail. Я или мои коллеги, мы вам напишем и проясним ситуацию. Потому что речь, видимо, о конкретной организации. Так, 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 так. Харвашкина Екатерина Валерьевна. Актуальный вопрос – это самоклагиат. Как быть молодым исследованием, когда, с одной стороны, есть необходимость публиковать результаты исследований, с другой стороны, диссертация не может содержать отрывки из опубликованных статей, пока самоклагиат. Вот это ерунда. Значит, в диссертации, пусть даже это и называется самоклагиатом, хотя это неправильно, может быть, я уже об этом говорил в презентации, может быть, любое количество текстов своих собственных статей. Пожалуйста, можете изложить там полностью. Если кто-то, допустим, диссертационный совет против этого возражает, пожалуйста, напишите мне. Я понимаю, что не очень хочется написать в ВАГ, хотя, ну, потому что к совету будут санкции, но действия совета, которые устанавливают норматив, вот я это уже говорил, там 80%, не знаю, 70% или 50%, они полностью неправомерны. То есть они не поддержаны никакими нормативными актами от ВАГа, от министерства и так далее. Это творчество совета. Это на самом деле лень конкретных, ну, чаще всего, секретаря или сотрудников совета, которые не хотят заниматься вашей диссертацией целенаправленно. Только это. Поэтому, как быть, очень просто публиковать результаты исследований и не стесняться писать на них, писать диссертации, писать эти источники. Совет не может отклонить на этом основании вашу работу. И еще раз, если возникают проблемы, напишите мне, мы поможем. Равецких Валентина Анатольевна, как реагировать на планиат собственного текста предыдущей работы. Ну, наверное, это вот ответы в концентрированном виде, в статье, на которую я ссылался по поводу самоклагиата. Пожалуйста, посмотрите. Если останется, на самом деле, тоже, чтобы было понятно, эта статья, это, наверное, пока еще не истинно последняя инстанция. Это наше предложение с коллегами, Санной Кулешовой, с Ольгей Белинкой, по тому, как правильно относиться к самоцитированиям, ну, и к самоцитированиям различного рода. Это обсуждаемо. Если с чем-то не согласны, если вы видите, что что-то не работает, пожалуйста, напишите, давайте это обсудим. Но это все рабочие инструменты. Вообще нужно понимать, что мы все работаем в той области, которая не то чтобы в России, она в мире еще мало устоялась. И здесь очень много вещей будет меняться в течение ближайших лет, там, может быть, десятилетий. Поэтому вот сейчас есть те публикации, о которых я сказал, наверняка будут выходить еще. Мы все вместе меняем эту среду. От Грашков Евгений Михайлович, подскажите, как быть с техническими работами, где оригинальность или плагиат может открыться в расчеты, графическая информация и так далее. Ведь согласно справке отчета, работа может получиться оригинальной, на самом деле скопированной, либо наоборот. А также типовые лакаря, которые тесно связаны с нормативной документацией, где существует очень тесная связь с нормативной документацией, принятыми представлениями. Смотрите. Во-первых, по поводу расчетов и графической информации. К сожалению, сейчас это общая ситуация в мире. Никто не анализирует графическую информацию, никто не анализирует отчеты. Это то, где только человеческая работа и только вся надежда на то, что эксперт увидит здесь связь с какими-то работами. Поэтому, увы, техника не всесильна. Основное назначение систем это работа все-таки с текстовой информацией. По поводу другой части вопроса, что есть нормативная документация, видимо, ГОСТы или методики и так далее. В антиплагиате, во-первых, есть возможность, то есть антиплагиат сейчас уже обнаруживает работы нормативно-правовые акты и автоматически относится к корректному цитированию. Кроме того, каждый пользователь в своем отчете сам может поправить тип источника. И это еще не все. Есть возможность на уровне организации ввести собственную коллекцию допустимого цитирования. То есть, сам ГУС, сама организация может часть документов, то есть, это чаще всего какие-то типовые методики, типовые инструкции, типовые ГОСТы, положить в свою коллекцию и обозначить их как допустимые источники цитирования. И они автоматически из системы антиплагиат будут относиться к корректному цитированию. Вот это то, что уже есть сейчас. Поэтому этим можно пользоваться. Полехина Наталья Николаевна. Подскажите, как будет ситуация переиздания учебника? Учебник это все-таки вопрос вот в чем. Если издание стереотипное, то никаких проблем. Издание второе. Если с доработками, то тоже никаких проблем. Вопрос вот в чем. Чаще всего с учебными материалами возникает проблема когда? Когда в учебнике одного автора происходит заимствование из учебника другого автора. Здесь все соответственно и каких-то таких рекомендаций специфичных для учебника я, к сожалению, дать не могу. здесь необходимо действовать в соответствии с нормами авторского права. То есть если ваш учебник пожалуйста переиздавайте, если вы используете материалы из других, то ссылайтесь. Дальше уже конфликты на них надо смотреть на практике. Филиппова Людмила Борисовна проверяющий может сам редактировать отчет. Да, может. Мне неоднократно приходилось с ситуациями, когда в работе материалов исследований являлись примеры из текстов различных жанров на родном иностранном языке, которые попадали в некорректные заимствования и стяжились соответственно проценты региональных текстов. В итоге приходилось дополнять справку о проверке на плагиат дополнительным документом, обосновывающим допустойной работы публикации защиты. Есть ли другие варианты решения данной проблемы? Смотрите, антиплагиат по умолчанию, вот те заимствования, которые просто отмечены, ну скажем так оранжевым цветом, это не является некорректным. Это заимствования, которые просто заимствования, они вполне могут быть и корректными. Поэтому работа с отчетом это неотъемлемый этап принятия решения. Поэтому, то есть здесь надо смотреть, как устроена методика в вашей конкретной организации, но здесь на мой взгляд очень просто. То есть если вы относите, если все источники, скажем так, это корректное цитирование, тогда собственно работа должна проходить по всем нормативам. То есть единственный вариант это работа с отчетом. Степанова Нина Анатольевна, каковы критерии оценки ВКР? Ну если идет речь об оценке ВКР с точки зрения заимствований, то я бы сформулировал, что эти критерии два. Во-первых, ВКР не должно быть некорректного, неправомерного заимствования, как и в любой другой работе. То есть не должно быть попытки выдать чужой результат за свой. Это первое. Второе. По отношению к корректному заимствованию, уже к корректно заимствовавшим фрагментам, должны быть самостоятельные результаты. И если вот эти результаты, они уже должны оцениваться, то есть что именно сделал студент сам. Если того, что он сделал сам, достаточно, тогда собственно работа по этим критериям вполне проходит. Я понимаю, что я сейчас у вас выбиваю из-под ног основы, не даю какой-то конкретной цифры. Пожалуйста, требуйте, чтобы был какой-то процент. Но, как я уже говорил, как правило, все эти проценты приводят к, скажем так, достаточно случайным результатам по проверке. Да, кстати, могу рекомендовать такую вещь. Сошлюсь на опыт, например, ну, это и в западных вузах, такое, в зарубежных вузах, такое используется. В России точно знаю, что в высшей школе экономики такое есть. Устанавливается, если уж очень хочется иметь тот или иной норматив на оригинальный текст, то этот норматив может быть гибким. То есть, пожалуйста, ориентир, не знаю, там, такой-то уровень оригинального текста в работе, а при недоборе этого норматива, ну, то есть, при превышении корректных занимствий, ну, вот, надо больше. научный руководитель объясняет, почему это необходимо. То есть, это вот работающая практика, и, на мой взгляд, она, ну, вполне корректна. Андреева Валерия Анатольевна, о самоплодиаде. Любой автор имеет свой авторский стиль изложения, сформулировав однажды, уточня, определение какого-то понятия, должен ли он, автор, при использовании таких дефиниций, ссылаться на свой же труд, где он сделал впервые? Да, конечно, должен. Никаких проблем. Судакова Наталья Викторовна, будут ли включены в модуль цитирования или общеподъемительных выражений ссылки на законодательство химические формулы названия заболеваний лекарственных средств? Сейчас уже ссылки на законодательство есть в модуле корректных цитирований, это, собственно, проверка по базе Гарант, для Казахстана это база Агилет, а вот с остальными пока работаем с формулами, с названиями заболеваний, с лекарственными средствами, будем пополнять, да, это, так сказать, то, где нам еще предстоит улучшить работу этого модуля. Ломбада, Ольга Александровна соглашусь с коллегами, что в работах ВКР технического плана могут быть какие-то госсистеметодики или методики иных стандартов, которые переписывать своими словами нельзя, то есть оригинальными могут быть не только результаты расчетов, но и их методики. Да, в общем, все верно. В работах где цитируются законы, также законы, ну, собственно, да, это пока не вопрос, сейчас я пытаюсь понять, в чем вопрос. Как быть В, как быть состоявшимися техническими или иными терминами, которые тоже никак не заменишь, например, видела, как студенты в системе антиплогиата термин тонкие металлические пленки показывала, как заимствование. Ну, да, я уже говорил, что это скорее пока точка роста для антиплогиата, нам нужно уметь такие, такого рода термины тоже не включать в, либо не включать в заимствование, либо подсвечивать как корректное. Это мы обязательно будем исправлять. Камалова Лидия Рашидовна, Юрий Викторович, некоторых российских журналов в правилах подачи рукописи указывает, что список литературы не рекомендуется включать ссылки на диссертации, в том числе на собственную, при проверке на антиплогиат выявляется незаконное заимствование. Редакторы не могут предложить решение того, как опомнить ссылку на диссертацию, какие у вас в этом отношении будут рекомендации для редакторов и авторов. Да, спасибо за вопрос. Я, кстати, совершенно согласен, что в списках литературы с этой рекомендацией не включать ссылки на диссертацию, в том числе и на собственную. А более корректная, наверное, рекомендация следующая. Не включать в списки литературы ссылки на диссертации старше определенного возраста. Почему? Потому что все, что, все ценное, скажем так, что может, что есть в этих диссертациях, должно быть опубликовано в виде статей либо в виде монографии, то есть в виде тех произведений, на которые можно ссылаться. Дело в том, что диссертация не является публикацией. И поэтому, в каком смысле, это компромисс, когда можно ссылаться на диссертации, на диссертации не старше определенного года по отношению к дате подачи рукописи. с точки зрения выявления заимствия или не выявления включения в список этой диссертации особо не влияет. То есть антиплагиат, если он может найти этот текст, он его все равно найдет и все равно его подсветит. И в этом смысле включить диссертацию не включить, лучше это не сделать. То есть это просто поможет редактору разобраться. Поэтому, скажем так, критерии простые. На старе диссертации ссылаться не рекомендуется. На новые, на свежие диссертации можно в порядке исключения, но желательно все-таки в том и другом случае находить статьи или монографии или любые другие произведения, которые имеют статус опубликованного. И на них, пожалуйста, можно ссылаться. Это правильная практика. Лобода Ольга Александровна как корректно оформить статус, чтобы их система распознавала как корректные заимствования. Вы знаете, есть по этому поводу у нас вебинар, пожалуйста, посетите, просто сейчас слишком будем погружаться. Есть способ, как это корректно оформлять. Лилия Рашидовна работает в настоящее время в системе антиплогет-модуль обнаружения в русскоязычной статье переводного материала с английского, если текст статьи на английском не размещен в открытом доступе, например, в E-Libre. E-Libre работает, а если он размещен в каких-то других, то есть может быть могут быть такие базы, это чаще всего зарубежные издательские базы, которые пока антиплагиатом не индексируются, мы работаем в этом направлении, но пока все не отладываем, но я имею в виду все то, что еще не находится в открытом доступе, поэтому да, может быть. Федяева Татьяна Владимировна, мы живем в той системе, в которой живем и подчиняемся тем нормативам, которые есть. У меня вопрос все тот же. В ЭКР в прошлом году была возможность переработать в смысле теоретический материал, в области литобзора методики и методологии исследования можно было указать своими словами Гористое Бакова. В настоящее время указывается, что данный парадок пересказан не уходит в красную зону. Если словак лишит своего выражения относящихся непосредственно к письменной и научной речи, не так же уходит в заимствование. Как выходить в такого рода ситуации? Мне кажется, что все-таки достаточно просто. Необходимо без... Ну, я не очень вижу необходимость перефразирования. Если нужно в работе использовать какой-то материал, он честно используется, честно говорится, откуда он заимствован. И, ну, да, система его, естественно, изначально подсветит красным, но если это лид-обзор, то вы можете просто выключить эти источники на уровне системы. То есть это скорее вопрос к методике проверки. Во многих, кстати, во многих вузах, во многих организациях исключают лид-обзор, исключают методы из оценки системы. То есть они просто, их материал не оценивается. Так, Ольга Александровна, как быть опять же с терминами, которые являются общепотребителями. Ну, про общепотребителями уже поговорили. А, насчет того, что они не являются общепотребителями в широком смысле, то есть во всех опросах знаний. Да, спасибо за вопрос. Сейчас есть вот какая возможность. Сейчас у пользователей есть возможность отправить нам предложение, кстати, но это общая вещь, по расширению базы общепотребительных выражений. То есть они направляются в службу поддержки, проходят модерацию и пополняют эту базу. Вот это сейчас есть, то есть вполне можно подойти и таким образом. Так, здесь сообщение о приостановлении работы или это, видимо, о приостановлении работы, собственно, самого ВУЗа. Так, Литовщенко Елена Викторовна публикация материала в своей диссертации. Диссертация защищена недавно. Какой срок может считаться недавно? Как правило, несколько лет, один, два, три года. То есть это уже на усмотрение журнала. Ну и вообще, эта ситуация, когда вы хотите опубликовать статью по недавней диссертации, в некотором смысле это вопрос переговоров с редакцией. То есть, понятно, что редакция не обязана вообще публиковать что-либо. У нее нет такого обязательства. Она может отклонить и сказать, нет, не подходит. Понятно, что в хорошем журнале это прописано, есть правило, но такое сейчас есть далеко не везде. У нас эта область только, скажем так, покрывается такими базой каких-то нормативных вещей, которые вот описывают работу журнала. Поэтому, скорее всего, вопрос переговоров. Как правило, два-три года это нормальный рубеж для публикации. Ну, по моим данным. Опять же, редакция может сказать, что вообще не придет и вы не сможете ее заставить. Это у редакции есть право отказать, в общем-то, по любому материалу. Но, тем не менее, можно общаться. Позицировать респектировано. Когда студенты, когда готовят статьи в микоярку с системой антиплагиоткетного доступа при проверке в системе антиплагиоткута, когда студент-аграждатель сдает работу колоссальная. А, разница. Видимо, разница в результатах. Да, система антиплагиот в открытом доступе она проверяет только по интернету и действительно результаты очень часто отличаются. Но, поймите правильно, это бесплатная, вот та часть, которая бесплатная, но она, это в каком-то смысле наша такая возможность, то есть ту возможность, которую мы даем пользователям, чтобы понять, как работать с системой. В том же системе антиплагиоткетного доступа есть платные возможности, если студенты хотят получить действительно полный результат, ну, тут действительно нужно это оплачивать, по-другому здесь не получается, для нас достаточно большие затраты поддержания системы проверок. разницы полосальные, да, я понял. Судакова Наталья Викторовна, необходимо ли проверять диссертации монографии со списком титулов приложений? Вы знаете, на мой взгляд, проверять нужно все, потому что иногда нарушения бывают, выявляются, ну, скажем так, очень оригинально, вы можете потом просто не анализировать, то есть вопрос в том, как это просматривать. Естественно, в части диссертации самое первое внимание, которое нужно уделить, это содержательным частям работы, то есть важен не процент, а важно, что там, какие фрагменты обнаруживаются, поэтому проверяется все, а решение принимается уже по содержательным частям документа. Иванич Миклик Александрович, нужно ли аспиранту давать в тексте диссертации ссылки на свои статьи, в которых представлены результаты диссертации? Обязательно. Конечно. Ну, как иначе. Так, здесь вопрос про сертификат. Это, видимо, Павел ответит. Наталья Ивановна Кузнецова, есть ли люди, которые проверяют справки, которые выводят редакторы, проверяющие научные работы? Есть ли вероятность, что проверяющие выполняют свою работу неправильно или некорректно? Спасибо. Вы знаете, такая вероятность всегда есть, есть возможность ошибиться. Люди, не очень понятный вопрос, кто имеется в виду. То есть, антиплогиат устроен таким образом. Каждый может загрузить любой документ, и самостоятельно так сказать, проанализировать с помощью антиплогиата. Если мнения двух людей не совпадут, но эти люди, видимо, как-то должны общаться и в обсуждении прийти к общему пониманию. Так, все, я подошел к концу ответов на вопросы. Ага, да, и вопрос Евгения Николаевна Бельски по поводу Ольговского госуниверситета. Я понял, давайте мы, я тогда уточню у нас у поддержки и отвечу вам лично в почту, что происходит. Просто я не знаком с проблемами конкретной установки, я тогда вам отвечу. Так, Павел. Друзья, спасибо, что пришли на наше мероприятие. Благодарю наших спикеров, которые смогли сегодня привлечь больше людей, чем мы смогли принять, к сожалению. Все, кто присутствовал, получит сертификаты, вам на почту должно прийти письмо. Если его нет, прежде всего посмотрите в спаме. Если нет даже в спаме, подождите минут 20, не все письма могут прийти вовремя. Ну и если совсем не придут письма, ищите свои сертификаты вот здесь в поле поиска, вводите либо свой мейл, либо свою фамилию с именем, либо часть фамилии. В общем, в поисковой выдаче вы должны появиться. Ну что ж, друзья, я заканчиваю наш сегодняшний семинар, онлайн-семинар. Мне кажется, он сегодня удался. Ну и последнее, что хочу напомнить, это что мы предлагаем преподавателям вот такой вот курс. Если он вас заинтересует, пишите. Там есть кнопка регистрации, и наш менеджер быстро вам достаточно ответит. всем спасибо, всем до свидания, до новых встреч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...